Моментально скрывать или показывать элементы в проекте нужно. С видимыми слайами скрытой геометрии в данной программе возможно даже больше. И обо всём поподробнее. Всем привет! С вами Джоник Икс. Перед нами главное окно программы с подготовленным объектом. Несмотря на наличие программ архитектурной визуализации с внушительными библиотеками элементов, для удобства редактирования многие важные составные создаются на этапе моделирования. С другой стороны, с появлением синхронизации программ моделирования и визуализации, оперативное скрытие либо проявление элементов проекта как никогда актуально. Кроме того, актуальный 4D моделирование, предпосылка для которого есть в этой программе. Данный проект состоит из трёх таких составных. Само здание, подложка или ландшафт и элементы декора. Для этого проект разбит на три слоя. Чтобы раскрыть слои, справа в лотках по умолчанию ищем раздел «Слои». Если таково отсутствует, панель инструментов, окно, лоток по умолчанию, поставить галочку в пункте «Слои». Итак, перед нами три слоя, подписанные для удобства работы. Каждый из них можно скрыть. Правее показан цвет слоя. Это удобно, если нужно скрыть несколько слоев из множеств. А чтобы отобразить цвета, выше жмём на «Сведения» Раскраска по слоям. Как же можно использовать слои? Допустим, у нас есть только сам скетчап и надстройка для него в виде V-Ray или корона. С помощью плоскости сечения можно создать простую имитацию возведения здания. Ссылка, как всегда, на наготове. После возведения здания, вокруг него должно появиться окружение. И здесь слои сыграют свою роль. Оставляем здание и раскрываем раздел «Сцены». Если их нет, то также через окно «Лоток по умолчанию». Не знакомы с анимацией? Ссылка не дремлет. Ждём «Добавить сцену». Меняем положение камеры или оставляем на месте. «Добавить сцену». Показываем второй слой. Положение камеры. «Добавить сцену». Третий слой. Положение камеры. «Добавить сцену». По итогу готов трёхэпизодный ролик с постепенным появлением двух других слоёв. Таким образом можно и здание развести. Главное не забыть разделить его по слоям. Но вот загвоздка. Заказчику не нужны фонарные столбы возле подъезда, а они привязаны к целому слою. Как быть? Скрыть эти столбы. Выделяем нужные для скрытия объекты. Правой кнопкой мыши. Скрыть. Главное не промокнуться и случайно их не стереть. Готово. Допустим, что вместо них стоят другие фонарные столбы, которые будут показаны в последний момент. Раздел «Сцены». Возможно было сделать всё сначала, но внесём правки здесь. Выделяем последнюю сцену, на которой есть все объекты и обновляем её, убрав таким образом скрытые столбы, так как сцена сохраняет проекта в момент её создания. То есть на тот момент столбы ещё были на сцене. Меняем положение камеры. Чтобы показать скрытые столбы, то есть любые вообще даже скрытые объекты, в панели инструментов «Вид», «Скрытая геометрия». Появились очертания столбов. Выделяем их. Правой кнопкой мыши «Показать». Перед добавлением сцены не забываем убрать галочку «Скрытая геометрия». Если же забыли убрать, то после создания сцены упираем галочку, а сцену обновляем. Готово. 4D. Так просто. На этом урок подошёл к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч.